Что какие-то клубы попадут в финал Лиги Чемпионов женской, возможно, под это была она запланирована. Так или иначе этого не было, и появилась возможность спокойно подготовиться к болисткам. И в Анапу повез подопечный Кузютки, но он сказал, общался с ним недолго до этого матча, что главная цель сбора и вообще последняя его всей работа – это восстановить психологическое равновесие в команде, которая изрядно пошатнулась после поражения в Лиге Чемпионов. После того, как команда выбыла из этого турнира и пробилась в финал четырех, серьезным психологическим ударом для команды стало. И после этого поражение первое и единственное пока в национальном первенстве в Краснодаре. Причем там безнадежно совсем как-то москвички некоторые партии проигрывали, набирая по 16, там 17 очков. После этого последовала отставка Валерия Лосева, как вы знаете, заменил Кузюткин. И вот говорил он, что это его задача, она и остается, судя по всему, вывести команду вот из этого ступора, заставить ее поверить, что она способна максимального результата добиваться. Сегодняшний соперник не самый лучший, наверное, вариант для того, чтобы психологическую уверенность обретать, если ты проиграешь. Но если получится игра и ты победишь вот эту команду, то, конечно же, наверное, совсем другое настроение будет у Динамо. В Москве пока что начался сет не лучшим образом. Давление серьезное оказывает хозяева площадки и продолжает это делать. 3-1. Вот уже на самом старте сета какое-то преимущество появляется. Костагранда пытается зачем-то помочь Махно в приеме, не очень ясно, зачем в данной ситуации. И в итоге ошибается. 4-1. Преимущество ее команды, команда соперниц, точнее, растет. Вот подача Ларсен вдруг какой-то неразрешимой загадкой стала для московских Динамо. Посмотрите, сколько неудачных было действий в приеме, потому что доводки там и близко не было, даже если выбивался мяч вверх. Не скажешь, что подача какая-то убойная. Ларсен, да, она хорошая, агрессивная, но... Столько паники, чтобы посеять. Удивительно. Ну вот ошибка Ларсен, той же все-таки помогла москвичкам второе очко набрать. И надо им где-то искать еще набранные очки. Ну вот блок. И так много было результативных блокирований у гостей в первом сете. Сейчас наконец-то удается это сделать. Причем того, Гамову закрывает 1-1 Бенчарова. Момент со всех точек зрения для московского Динамо положить. И тут зашелся вверх. Вот такими перепадами играл москвичек. Тут, конечно, Владимир Меркузинькину. Есть о чем задуматься. Вся его работа устремлена, конечно же, вперед в полу-офф. Не так давно он команду принял. После этого Динамовки не проигрывали. Но, наверное, это тоже не показатель. Потому что три матча выиграны у команд, которые все-таки пониже в турнирной таблице. Хотя там были серьезные соперники. И Омск, и Уралочка. Игры, правда, игрались в Москве. Здорово. Сейчас обманный удар Махно. Так, знаете, почти в руках у блокирующих этот мяч был. Виделся Лесина. Вот такой хороший показ сделал на атаку. Что защитницы невольно там где-то закрепостились, что ли. И слишком поздно на этот уманный удар среагировали. Очень здорово она его закамуфлировала. Прошло было. Ну, не очень понятно, почему защитницы так спокойно на этот мяч вздирали. Я даже думал, может быть, что-то там не так было в этой атаке. Нет, атака хорошая. Нога там. Блок мяч зацепил. Ну, почему Курячкова? Рано, наверное, села она в этой ситуации. Уже не могла ближе к мячу подобраться. Достает этот мяч Костагрант. И пока не блещет она, вы знаете. Больше, много, много, больше можно от этой вариаболистки получать. В командной игре. Пока и процент нападений у нее невеликий. И даже если ошибки в приеме, то это вообще удивительно. Вообще игрок без слабых мест, по большому счету. Отсюда и проблема Матиенко. Она вот в сильных расстановках, а у нее на передней линии, посмотрите, и Гончарова, и Костагранда сейчас были. Она вынуждена какие-то варианты искать. Тут вот первый темп перепелки надала. Надо, надо загружать Машу. Что она очень хорошим приемом, по процентам атакует. Но вы видите, какое противодействие. Есть и на нее свой блокирующий. Костагранда. Вновь мяч до пола не долетает. Еще одна попытка. Но на сей раздорово. На сей раздорово. Заметила все-таки игрок опытный, что неплотно блокирующий пришел в центральное расстояние между игроками. И Точнёхом, куда мяч направляет. 7-6. Вот то, что москвичкам удалось наконец-то выиграть затяжной эпизод в их пользу, пожалуй. Сейчас Гончарова перестала грузить Кошелеву. И куда мяч попал? Площадку. В атаке Татьяна действует здорово. В приеме какие-то проблемы небольшие были. Но вот мы видели сейчас последний случай, и как немножко так пошире стали располагаться другие принимающие казанской команды. Труднее стало точно находить подачи. И Кошелеву она так близко к боковой линии. Там и вероятность ошибки выше при подаче, если ее там искать. Поэтому немножко страхуясь, ближе к центру поддает Гончарова. И там уже помогает здорово Кошелеву. Она с лихвой отрабатывает в атаке. Ну, как говорил я уже, что важен матч с стратегической точки зрения. Первое место. Казалось бы, ну какая разница там, лишний матч на чужом поле. Да, это, конечно, так. Но не будем забывать, что первой команде вряд ли играть в полуфинале с Динамо-Краснодарским. А это, знаете, удовольствие весьма-весьма небольшое. Ну, достаточно сказать, что московские Динамовки свое единственное поражение от Краснодара потерпели. А Казанский клуб хоть и выиграл дважды Краснодарскую Динамо, но на своей площадке 3-2. А в Краснодаре пусть и 3-0, но все с разницей в два очка сеты были выиграны в напряженных концовках. К тому же не будем забывать, что сейчас Краснодарская Динамо разрывается между национальным чемпионатом и успешной игрой в Кубке ЕКВ. Команда в финал вышла и против итальянского Курбина там будет играть. К моменту полуоф закончится уже европейская компания Краснодарского Динамо, и эта команда очень серьезную силу будет из себя представлять. Поэтому, кто выиграет регулярный чемпионат, почти наверняка с этой командой не сыграет. Остальные соперники все-таки чуть пониже классом в этом сезоне, хотя и та же Уралочка, и особенно Заречья Одинцова всегда способны на любой сюрприз. Заречья, напомню вам, действующий чемпион страны, который так легко свой титул не отдаст. Так что, тоже здесь варианты, но все-таки, повторюсь, наверное, Краснодарская Динамо наиболее неприятный соперник для любой команды. Так что победа в регулярном сезоне не только преимущество своего полюса. Кастагранты, получив свою пользу, критик от комментатора, стала работать практически безупречно. И могут на нее опираться партнеры теперь, и что, и даже на подачу успела сбегать продуктивно. То есть она и продолжает подавать и сейчас, а Ларсен тем временем утешают партнеры по команде. Именно она с этой подачей не справилась. Многовато, многовато на задней линии мячей. Смягченных даже блоком падает у Москвичек. Вы знаете, уже не первый случай, может быть, чуть близко располагается игрок задней линии. Закрыть Гамову блоком, ну, видели бы сегодня такой эпизод, но это эпизод единичный. Поэтому, если уж смягчается мяч, это уже шанс. Надо, кстати, мячи более рачительно, что ли, к ним относиться. Гончарова пробивается через тройной блок. Ну вот, наладилась игра в атаке у московского «Динамо». И заулыбался Владимир Кузюткин. Какие-то его, конечно, сейчас, может быть, даже не цельные картины интересуют, а вот такие эпизоды, когда получается то, что в тренировочном процессе отрабатывается. Понятно, что принимать команду по ходу сезона достаточно непросто. Пусть и мастеровитые игроки, и в большинстве своем очень хорошо знакомые, тренеры собраны в команде. Все равно у каждого наставника свои требования, свои подходы. Ларсен. И вновь на ее подаче паника. Сейчас эта паника, по-моему, вылилась с того, что махной залог эту подачу принимала. На такой высоте она летела, пыталась на ее обработать, находясь уже практически на самом краю площадки. 12-10. Ну вот так значительно просят за приема. Хорошо страхует Фржановская. Кастагранда блестяще. Блестяще. Вот заработал это оружие у Динамо, и теперь Динамо в более грозной силе станет. Я в этом не сомневаюсь. Как-то в первом сете вот именно влияние Кастагранда на игру немного было, даже в тот момент, когда у ее команды все получалось. Так, где-то процентов 40 у нее было результативных атак. Может она лучше играть, и мы это видим сейчас. Вот, не прошло с первого раза. Доигровка сразу гаммовой передачи. Тут даже не задумывается Фржановская. Сейчас длинную сторону, но не лучшее качество. И шанс. Шанс у Динамо в столице сравнять счет. Махно. Ну, шанс такой непростой. Ну, вот сейчас, может быть, и хороший шанс. Организованную атаку. Здорово доработает на блоке Мороз. И все-таки гамм. Именно за ней последнее слово остается. Чаще всего осталось оно за ней и в этом случае. И вот посмотрите. Московская Динамо сейчас на сверхусилиях играет. И, тем не менее, никак не могут выйти вперед. Максимум, на что этих сверхусилий хватает, это не отпустить соперниц в этом сете. Мороз. И вновь Перепелкина. Ей блок совсем не помеха. Сейчас Гамова пришла помогать. Опытный игрок. Видела хорошую доигровку. Понимала, что будет первый темп. Ну, и даже вдвоем вот два лидера нашей национальной сборной с еще одним игроком сборной не справилась на блоке. Любовь Ягодина появилась. Это на заднюю линию кого-то подменила. Она не успела заметить. Может быть, на подачу, а может быть, и всю заднюю линию пройдет. Игрок с хорошим приемом. Игрок опытный. Сейчас вот каждая малость сможет помочь и той, и другой команде. Вот та же Ягодина в защите. Еще одна атака через Гамову. Это по надежде. 14-12. Ну, шлагам на передней линии. Не скажу, что это большое облегчение для столичного Динамо, потому что и задние линии Катерины тоже часто привлекают. Ну, во-первых, на блоке ее не будет. Все-таки какой-то до шанса. Ну, тут все. В корпусе собственный прием. 15-12 после этой ошибки. Три очка преимущества Казанского Динамо. Легчарова принимала не лучшим образом. Абатиенко, похоже, задний линия сейчас выходила, поэтому не рискнула на этот мяч даже пробовать спасти. Не лучшая передача. Перепелкина пыталась что-то придумать с нее, но ничего толком сделать не удалось. Касание блока не нашла. Видимо, в этом была основная задача ее. И 16-12. Вот очередное такое выпадение из игры столичного Динамо дорого обходит с этой командой. Вовремя подоспел технический тайм-аут для Кузюткина, но счет, который сейчас на табло, конечно же, никакого спокойствия не сулит. Волейбол высокого уровня Но сколько смягчений, сколько возможностей для защитников, которые те лучше используют, чем москвички. Вот, пожалуй, один из слагаемых таких успехов команды. Динамо Казань пока к этому моменту. Вот хорошая атака Гончаровой в удобной ситуации. Вообще, противостояние Гамова и Гончаровой – это, наверное, изюминка этих матчей. Вот два поединка, которые были сыграны. По одной победе командам досталось, и там просто супер матчи выдавали и та, и другая. Давайте эпизод досмотрим, познакомлю ее с этими цифрами. Хорошо сейчас страхует, и вновь Гончарова в задней линии. Чуть низко. Тут, наверное, блокирующих уже быстротой передачи. Ну, не запутать было в данной ситуации. А вот своему партнеру Томатиенко создала трудные условия для атаки. 17-13. Так вот, в Кубке России Гамова 30 очков, Гончарова 31. И в чемпионате там 4 сета, напомню вам, было, в отличие от Кубкового матча. Гамова 31, Гончарова 27. Вот такие супер показатели. А ну, Маситерак вновь на задней линии разгружает Татьяну Кошелеву. Ну, а москвичек Гончарова здорово атакует. Ну, не надо ей занижать. Это уже понятно с нескольких последних эпизодов. Да, может быть, совсем уж взвешивать и упрощать жизнь блокирующим нельзя. Надо вот ту золотую середину искать, которую вроде бы в каких-то эпизодах Матиенко достичь удается. Година выходит на блок. Стало быть, под хорошую подачу. А кто там будет подавать? Гончарова, похоже, по расстановке. Нет, Перепелкина. Как-то пропустила ее, как Гончарова была на подаче. Обычно она там серией задерживалась. В этот раз как-то быстро проскочила. Не отложилась. И вновь. Но по блоку вроде бы мяч часто блок цепляет, а зацепить ничего на задней линии москвичкам не удается. Миссия Година на этом заканчивается. 18-14. Впереди Казанская Динамо. А Година, похоже, у сетки остается. Вот она заменила Лесю Махно. Ну, игроки примерно одного плана. С хорошим приемом. Ну, Година в лучшие годы хороша была в атаке. Пытается как-то расшевелить свою команду. Владимир Кузюткин ищет варианты. Я пока все-таки на задней линии не Година. Ну, давайте посмотрим эпизод. Костагранды. Нет. Это не туда надо обманывать явно. Там все терак стояло задолго до завершения этого эпизода. Еще шанс Костагранды. Очень грамотно. Вот это отличает этого игрока. Опыт, мастерство, умение по блоку атаковать, когда трудно. И замена обратная Пешкина с той же целью, что и Година. Выпускали на площадку усилить блок вместо связующего. Это мы видели. А Махно все-таки на передней линии Година меняет. Вот сейчас на самую расстановку, когда все-таки возвращаться. И Махно это делает. 18-15. Не будет атаки у москвичек. Вот сейчас. Сейчас есть возможность организовать атаку. Одно брейковое очко хотя бы отыграть. Не получается это сделать. Зато Меркулова на блоке свое берет. Не забила, но отработала здорово. 18-16. Да, мы у задней линии подключались. С ней Меркулова справилась. Чуть, наверное, все-таки низко и сейчас. Зановская взяла на себя смелость. Ну, причем такая ситуация, которая, может быть, приглашала ее эту смелость проявить. Не очень удобный для передачи доводка. Тут проспали, честно говоря, в защите. Москвичке надо к таким эпизодам быть готовым. Махно. Классная атака на групповом блоке. Словно его и не заметила. 19-17. Ну, вот как на коротком поводке, словно же, соперность. Динамовские из Казани. Не позволяет себе таких длительных провалов. Москвичкам не хватает какой-то малости в игре в защите на блоке, чтобы вот какие-то брейковые очки добирать. Поэтому вот это преимущество и держится. Ну, вот сейчас шанс. То есть неудобно. Ну, как же неудобно. Венчарова неудачную передачу делает. Понятно, что она не связующая. А искать милостью арбитра, что там блокирующий на стороне соперников. Нет, там Махной первый. Мяс был над сеткой, скорее всего. Скорее так эту ситуацию надо трактовать. Да, руки там были перенесены. Вот с того ракурса, с которым мы видели, трудно все-таки понять. Арбитру виднее. Венчаров. В атаке, конечно, хороша. Ну, за любую, даже самую красивую атаку только одно очко можно получить. А где же, где же вот это расстояние выбирать от соперника? С какого-то момента перестали ошибаться в приеме голуболисты Динамо Казанского. Хотя, вроде бы, все те же подающие у москвичек. Но вот сделали выводы. Во-первых, успокоились. Во-вторых, некоторых установках помогают побольше друг другу. И посмотрите. Постоянно организованная атака. Постоянно нападающие в хороших условиях и нападающие справляются. Видимо, что Кошелева при той загрузке, которая есть сегодня допустима, она работает очень здорово. Вот то самое смягчение, о котором я говорил. И тут же атака Кошелева, и здорово все выполнено. Ну, просто идеальное взаимодействие. Волейбольная классика. Смягченный удар блоком. Хорошая, быстрая, темповая атака в край. Растягивает сырю соперника и забитый мяч по ходу. Все, что надо в этой ситуации. Да, ну вот эти волейбольные помарки, о которых мы говорили, не мячали. Они, конечно, тревожат и Владимир Кузюркин в первую очередь. Здесь надо сыграть максимально собранно, чтобы обыгрывать эту команду. Пока вот этих мелочей не достает Московский. Туртанович, который вышел на подачу, ошибается. 22-19. Вот москвичкам нужно какое-то усилие, ускорение. Непонятно пока за счет чего не могут эти очки сейчас набирать. Вроде бы все делают, стараются. Да, не все идеально получается. Но соперник просто головы не дает поднять. Надо отдать должное, волейболистскому сказали. Рискнуло сейчас Гончарова. Там страховать было некому. И никто не успевал за этим мячом. А мяч был низкий, практически на тросу висел. Тут просто уже на удачу налупило по блоку. И получилось здорово. Не успевала ничего. Видите, ни кистевого движения так догоняла. Этот мяч в этом прыжке, там из доигровки он выходил. Там, естественно, и передачи хорошей быть не могло. Постараться заводство сделать, понимаете ли. И на высоком степени работаешь в танчике, у тебя там, понимаете ли. С чем поможешь попробовать? Только при идеальной. Ты поняла меня? Поехали? Давай. Давай. Хорошо иметь в команде Гаму. Лишний раз убеждаюсь. Тренер берет тайм-аут только для того, чтобы сделать смысловую паузу в игре, чтобы немножко соперниц приструнить. А так все все знают. Будет сложно. На высоком мяче Гаму отработает. Поэтому надо усложнять подачу. Это вот главная задача сейчас, да, если Махно. Да и не только для нее, для всех ее партнеров по команде. Задача, которая давно не решается. Видите, идет доводка. Есть еще и Кошелева, который на быстром мяче работает. И Кошелев, не знаю, если процентов, наверное, за 60 у нее. Результативность этих атак. Вот как раз Павел Климовский, врач сборной. И теперь казанского «Динамо» был на заднем плане. Менчарова 23-21. Ну, вот сейчас она отправилась подавать. И ей надо стараться усложнять. То, что в первом сете она сделала, естественно, с точки зрения интриги, я рассуждаю. Болельщики казахской команды все иначе абсолютно должны сейчас ожидать. Шанс у москвичек. Костагранде вложилась от души. 4 по 4. Быстрая передача. На опережение играла. И получилось очень все неплохо. 23-22. Замена кто-то берет. Нет, тайм-аут берет Гелезудинов. Он их тоже сэкономил концовки. Собственно, и поводов не было, наверное, эти перерывы брать. По методу это подача гончарова, наверное, сложно. Можем мы сейчас атаку Гамовой ожидать. Единственное, что Кошелева-то сейчас тоже работает безупречно. И не к ней основные претензии. Вот сейчас усмягчили ее атаку блоком. И сразу появились шансы у москвичек. Ей не понравилось. Это наставник Казанцев, естественно. Поэтому не удивлюсь, если сейчас надо Гамовой бежать сразу к центральному столичному «Динамо». Ну, не знаю, о чем Кузилке там говорил с своими подопечниками. Посмотрим. Да, так есть. На Гамову следует передача. И она, похоже, ошиблась сейчас. Не попала в площадку. 23-23. Вот так вот неожиданно абсолютно. Москвички соперницы все-таки настигли. Дождались ошибки. Вот это терпение, которое всю партию, наверное, отличало. Постоянно проигрывать 2-3 очка. Как же трудно. Сейчас дает свои плоды. И блок. Блок закрыли Кошулю едва ли не впервые в этой партии. Перепелкина отличилась. И теперь уже сетбол у «Динамо» Московского. Как же все быстро в женском волейболе меняется. И этим-то он, конечно, и прекрасен в первую очередь. Гончарова. Так упорно она все подает на Ларса. В Ларсен все доводит. Посмотрим, как будет сейчас. А сейчас просто ошибается. На сетболе. Лидер команды. 24-24. И Кошелева с передней линии уходит. Сейчас нет основных двух нападающих. Правда, Ларсен тоже не подарок. И Гамова есть на задней линии. Кошелева подает. И вновь в приеме какая-то ошибка Крючкова совершенно нелепая. По крайней мере, так она смотрится. Приходится подвигом на задней линии все отрабатывать. Обманывает все-таки Екатерина Гамова. Ждут от нее сильной атаки. А как она элегантно разбирается в этом эпизоде. И теперь уже Владимир Кузин берет тайм-аут. 25-24. Теперь сетболка у его соперника. Полное доверие со стороны тренера связующего. Просто уточнил ее планы. Расстраивают тренера мелочи, конечно, больше. Действительно, там чуть-чуть не доработали. Там доигровками разбрасываться в концовке нельзя. И если есть у тебя второй шанс, надо его использовать. Каким-то чудом сохраняют москвички Мясь все-таки в игре. И будут иметь шанс в атаке. Гончарова не пройти ей тройной блок на сей раз. 26-24. И вторая концовка подряд остается за Динамо Казань. 2.0. Не знаю.